МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В этом пути у нас времени на это будет чуть побольше. Городское озеленение очень активное. И частное, допустим, сейчас эта съемка просто на территории двухзвездочного отеля, фактически мотеля, не говоря уже о том, что внутри все сделано замечательно и для людей. Вот так люди прячут септик. Вы посмотрите, какая пихта одноцветная. Я понимаю, что сейчас контрастность маловато, но это, поверьте на слово, это пихта одноцветная. Вот такая туя. Ей неплохо. Она такая. Вы посмотрите, какая жирность. Она не болеет. Восковой налет у нее естественный. Синий цвет для нее естественный. Опять же, живые изгороди из елей. Из елей обыкновенных. Здесь собраны те, кто под масли нашего сурового снега, ну, не выжил, честно. А здесь вот такая красота. Причем высаживается все это очень маленьким размером. Вот туда, судя по всему, ссылаются те, кому не очень хорошо на задворке цивилизации. Все это в тени клена. А вот интересная тема. Все говорят, что вот у них лучше, да у них климат лучше, да они ухаживают лучше. Они такие же люди, как и мы с вами. Есть возможность не ухаживать, не ухаживают. Фон можжевельник, он подождет свое время до весны. Может быть, часть из этого вырежут, а может быть, забудут. И ветка отсохнет, ее вырежут через год, через два. То, что сдохла туда, тому и дорога. В попытке добиться идеала чаще всего люди просто ничем не занимаются. Не вырезана сухая веточка. Ай-яй-яй. Ну и что? Мы жители гранитных берегов. У нас гранита сма. И он гораздо дешевле, чем в той же Москве. Потому что он наш, местный. Вот смотрите. И никакого бетона. Никакой этой плитки, которая везде. Особенно рисунок старый город. Так полюбившись всем архитекторам. Вот такая красивая площадка. Под большой крышей. Но в нашей с вами ситуации здесь должна была быть труба водостока. Народ подошел практичный. Водосток есть сверху. Из него опускается цепь. А дождеприемник засыпан булыжником. Большим валуном. В нашей сети может быть даже галька. Почему нет? Ну, цепь пострадала, судя по всему, зимой. Зелень есть. Композиты составлены. Они работают. А сейчас просто зимний затиший. Ряд скверов опоясывает центр Кракова. Как можно заметить, с кустами здесь так же туго, как и в Таллине. Маленькая ремарочка. Я точно знаю, потому что видела это лето. Смотрите, какое количество скамеек. Большинство случаев они стоят рядом с деревьями, чтобы прятаться от дневной жары. И в июле месяце все скамейки, абсолютно все, будут заняты. Еще один пример городского озеленения. Это не умершее дерево. Это виноград. Огромная железная стойка. Устройство перекрестков. Европейцы, те же поляки подошли к этому процессу гораздо проще. Где, возможно, при первой же возможности светофоры не ставятся. Делается большой круг. Если большой круг сделать невозможно, делается маленький, но из-за радиуса поворота длинномерной техники всевозможной, край делается обязательно в мощении. Чтобы даже если заехал на самый край, чтобы сократить радиус поворота и для того, чтобы не портить центр, край обязательно мать. А для того, чтобы встречное движение не слепило, на максимальной территории, на большем количестве кругов, как сказали, мы заметили, в томе самых новых, высаживаются группы. Группа вечно зеленых. Вот конкретно одна из них. Это сосна горная, ель голубая, пихты, туи и даже ель обыкновенная. Зачем? Ночью встречное движение совершенно не слепит. При этом все равно всем понятно, что кто на круге, тот и главный. Арт-объект. Это вот такая бетонная клумба. Но главное не это. Да, она отделяет дорогу от пешеходной тропы. Главное, на чем она сделана. Чтобы не сделать специального основания, ее поставили на старый пень. Видать, до этого разделяло это пространство именно это дерево. Не поверите. Дальше это продолжается. Еще четыре таких же клумбы. Субтитры сделал DimaTorzok